Уважаемые телезрительницы, знакомая, наверное, ситуация. Когда у нас затупился нож, мы пытаемся приготовить какое-то блюдо, и вот что у нас, собственно, получается. И для того, чтобы на самом деле блюдо было красивое и можно было с ним легко справиться, мы вынуждены либо просить мужа, чтобы он заточил нам нож, либо же брать какой-то другой, если он, скажем так, в отъезде или еще где-то. Ну, в общем, с тупым ножом работать невозможно, как мы видим. Но не расстраивайтесь, у нас сегодня есть замечательное предложение для вас. Я хочу представить вам точилку Рубин, с помощью которой вы легко и удобно сможете заточить нож самостоятельно, не прибегая к помощи кого-то другого. Сегодня я, Глеб, попрошу тебя это сделать, коль ты здесь у меня сегодня есть. Вот, давай посмотрим, во-первых, ну, как ей пользоваться, да, то есть каждая же точилка имеет какие-то свои нюансы. Ну, каждая точилка хороша по-своему, эта точилка хороша со всех сторон. Расскажи. Значит, смотри, вот мы имеем абсолютно тупой нож, который уродует нам продукт. Да, я видел. Я не боюсь им делать вот так, потому что он достаточно, ну, это неплохая сталь, да, неплохая рукоятка, но обычный домашний нож, обычный домашний нож, который у нас, собственно, ну, перестал работать, потому что затупился. Это нормально абсолютно. Значит, смотри, что нам важно для нашей ножи-точилки. Первое, чтобы она отлично, быстро и легко точила ножи, да. Второе, чтобы она была для нас безопасна и удобна. Вот, у нас здесь видно отлично. Теперь посмотрим это в движении, да. Оп. А, то есть все, она фиксируется у нас на поверхности, она никуда не съедет. Да, на любом столе. Вот, значит, мы ее сделали, раз, и все, и мы ее переставляем куда хотим, где нам удобно работать. Или снова раз, и оп, держим. Прекрасно, да, на самом деле, слушай, держится очень даже хорошо. Вот, значит, после чего мы ее фиксируем на столе, закрепляем, берем наш тупой нож и начинаем точить. Раз. Да, звук, конечно, не очень приятный. Ну, мы работаем с металлом все-таки у себя на кухне. Ну, я с металлом-то редко просто работаю. Вот. Но результат, наверное, того стоит. А, результат, сейчас я тебе дам проверить. Вот буквально несколько раз я провожу. Потом мы протираем наш нож. Мы убрали, значит, любую след металла. Угу. И теперь ты попробуй порезать помидор. Ну, давай я попробую. Так. Замечательно. Слушай, прямо как по маслу. Ну, огурчик попробуй покрошить. Совершенно вообще не напрягаясь, я это делаю. Как говорится, экземпляр до, экземпляр после. Ну, ты знаешь, разница чувствуется, да. Конечно. Вот, наш салат перестает выглядеть как ужасное месиво, да. Согласна, согласна с тобой. Красивые лески. Это очень важно. На кухне хорошо наточенный нож. Хорошо наточенный ножик. Хорошо наточенный нож. Это быстрее вы работаете у себя на кухне. Вот, я что хотела сказать, потому что, ну, ладно там, что это, понятно, что красивый вид должен быть, но еще и как бы экономия времени, потому что хорошо наточенным ножом мы намного быстрее все порежем. И, собственно, вот этой вот точилкой рубин мы и получаем тот самый результат хорошего острого ножа, который без... И быстрой, надежной готовки. Который без проблем порежет абсолютно, абсолютно все продукты. Вот, мы, значит, переходим к работе с мясом, да, и мы подточили наш ножичек, и оп. И даже такое маленькое лезвие, да, способно отрезать хороший кусочек мяса. Хорошее острое лезвие. Как говорится, знаете, острота бритвы, потому что точилка оптимальна для любого домашнего кухонного ножа и даже для профессионального ножа. Вот она у нас. Вот присоска, просто работающая на пружинке. И вот хороший кремень и твердый пластик. Я смотрю, что он даже у нас снял такую легкую, легкометаллическая стружка у нас появилась, да? Именно так. Потому что в других точилках такого нету. Вот на самом деле у меня дома совершенно другая, и я как бы никакой пыли не вижу. Ну, вроде, вроде чуть острее становится. И как результат? Я бумагу не пробовала резать, но приду сегодня, давай попробую. Давай попробуем с хлебом. Он прям, ты знаешь, не режется, а как-то гнется и ломается. Ну, как-то так. Теперь давай попробуем после точилки. Поточить, давай, да. Звук, конечно же, не очень, но нас интересует результат. Конечно. И скорость, главное, заточки. То есть буквально вот достаточно провести несколько раз. Да. И он тут же становится острым. Точилка рубин. Отличный результат достаточно будет. Я с тобой согласна. Так, ну что, давай возьмем середину или, ну, где удобнее. Как тебе удобнее? Сейчас увидим разницу. Вот мы берем, разрезаем. Вот мы резали до. А вот теперь давай посмотрим после. Такие тоненькие кусочки, это возможно? Конечно. Я никогда не предполагала, что он просто просвечивается насквозь. И вот посмотрите, вот это вот было сделано тупым ножом, абсолютно неровное, абсолютно как, ну, безобразное. Ведь бутыброд из этого не сделаешь. А вот этот вот тонюсенький кусочек после заточки нашей точилкой рубин. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите на эту разницу. Вы видите, как работает эта точилка рубин? Ну, тут, по-моему, даже и рассказывать ничего не надо, тут все наглядно видно. Ну, смотри, безусловно, острый нож – это лучший, единственный, ну, почти единственный главный инструмент на кухне. При помощи ножа можно сделать любую работу на кухне. Это основной инструмент производства. Его нужно держать в порядке. То есть вот такая вот маленькая компактная вещь, как точилка рубин, и мы имеем вот такой вот замечательный результат. Правильно? Именно. Да, ну, уважаемые телезрители, вот прямо на ваших глазах, можно сказать, произошло фактически чудо, да? Из тупого ножа, буквально проведя несколько раз по нашей точилке рубин, мы получили острые ножи, с помощью которых готовить будет только одно удовольствие. И это еще не все. Если вы позвоните и закажете эту точилку рубин по телефону, который вы видите внизу на вашем экране, вы получите в подарок комплект из вот этих прекрасных пяти ножей. Поэтому, чего ждать, звоните прямо сейчас и заказывайте эту точилку рубин. Цена только сегодня 790 рублей. Ну, а я с вами не прощаюсь. Впереди вас ждет много полезной информации. Увидимся на телеканале Shop and Show. Всего доброго.